Преимущества здесь большие, они касаются разных областей и отраслей. Понимаете, вот сейчас, например, в России хотели построить высокоскоростную железную дорогу Москва-Казань. Стоимость триллион рублей, дотации ежегодные 300 миллиардов рублей, билет был стоить минимум 5000 рублей, но скажите, кому такая дорога нужна? Она нужна чиновникам, чтобы воровать, пилить деньги, наши деньги, бюджетные. Транспортная система, она должна быть другой, дешевой, безопасной, экологичной, экономичной. И проезд должен быть дешевым и безопасным для всех нас, для пользователей, а мы рядовые пользователи. И для того, чтобы это было реализовано, она построит миллионы километров дорог. Сегодня построено в мире 35 миллионов километров автомобильных дорог, миллион где-то железных. Там есть еще трубопроводы, газопроводы порядка миллиона километров. Вот эта транспортная инфраструктура должна быть другой в 21 веке, абсолютно другой. Существующая транспортная инфраструктура убивает ежегодно, ежегодно убивает полтора миллиона человек. Не менее 20 миллионов человек в год делают инвалидами. Вот уносим на 100 лет. Значит, полтора, это 150 миллионов год убитыми человек. И 2 миллиарда инвалидов и коллег. Вот представьте, это сделает транспортная инфраструктура существующая. А тебе представьте, что мы спасем этих людей. 150 миллионов человек. Не будет 2 миллиарда инвалидов. Потому что то, что мы предлагаем, это другая система. Она на втором уровне, она безопасна. Нет пересечений с пешеходами, с животными. Нет пересечений с другими транспортными инфраструктурами. Поэтому нет аварий. Нет выезда на встречную полосу. Нет опасности, что сугроб на земле или гололед. И есть противосходная система, поэтому транспортное средство не слетит с дороги. Поэтому эта система будет более безопасна, чем самолет, чем авиация. Сегодня в авиационных катастрофах в год гибнет 700-800 человек. Сравните с полтора миллионами человек на автомобиле и дорогах. Раньше в 2000 раз. Мы можем сделать более безопасную систему, чем авиация. Это как бы социальные преимущества. Мы спасем много жизней и не будет много инвалидов. Есть еще ресурсные характеристики. Сегодняшний транспорт очень неэффективный. Он требует много топлива, энергии. Он экологически опасен. Вот если мы построим сеть дорог, тех, о которых я говорю, и эти дороги будут высокоскоростными, их будет 20-25 миллионов километров на планете, то мы в год сэкономим 30 миллиардов тонн топлива. Вдумайте в цифру. Сегодня добываются нефтью 5 миллиардов тонн в год. Вот экономия. Потому что наш транспорт эффективнее существующей системы в 10 раз. Если строить эстакады транспортные по существующим технологиям или по нашим, то мы сэкономим порядка 100 миллиардов тонн стали. Сегодня стали выплавляются в год 2 миллиарда тонн. Мы сэкономим триллион, это вы думаете в цифру, триллион кубических метров железобетона. Существующие дороги отняли почву у нас, у земли, по площади превышающей 4 территории Великобритании. Это почва мертва. На ней не растут растения. А ведь мы дышим кислородом. А кто вырабатывает кислород? Растения. А их взяли, закатали в асфальт. Поэтому мы и почву вернем. И сделаем мир экологически чистым и безопасным. Субтитры создавал DimaTorzok